Здравствуйте, друзья! Вот и всё! Мы перед окончанием новогодних каникул 8 января всё-таки решили собраться и поехать поискать снег. Конец новогодних праздников, а мы ни разу даже снежка не слепили. Конечно же, захотели посмотреть, где этот снег. Знаем, что всегда на Айпетре на новогодние праздники он уже выпадает. Точно видели в других блогерах, что он там есть. Но, судя по погоде, у меня дети до последнего не верили, что они увидят снег. Посмотрите, как ясно, солнечно, сухо на улице. Впору больше загорать, чем снежки лепить. В общем, едем. Едем по нашему любимому южнобережному шоссе. Оно всегда красиво, как зимой, так и осенью, так и летом. Всегда завораживает своей красотой, своими горами, скалами. Морем, зеленью. Полюбуйтесь под музыку. Поехали с нами. Вообще, в такую сухую погоду очень приятно ехать по шоссе и любоваться природой. Ведь дорога на самом деле очень сухая, ровная, чистая. И, что немаловажно, от самого Красноперекопска, Северного Крыма до Макушки и Петри, ни одной ямки мы не словили. То есть дороги становятся действительно в Крыму очень ровные, очень качественные. Конечно, не везде еще есть проселочные дороги, есть дворовые территории, которые еще нужно делать. Но при этом очень много уже сделано. И это, конечно же, радует. Выходных было очень много. И многие из нас побывали в разных местах. И пишите в комментариях, где были вы. Очень интересно. Давайте пообщаемся. А так как Новый год уже начался, Новый рабочий год в частности, в конце года все определились с датами отпуска на следующий год. Поэтому делитесь тем, когда вы уходите в отпуск и где будете отдыхать. Я же планирую, как обычно, снимать домик на базе отдыха, продлевать аренду, чтобы мои дети все лето отдыхали с бабушкой. Буду к ним приезжать. И обязательно, конечно, в отпуск куда-нибудь съездим по Крыму. А вообще еще хочу побывать в Краснодарском крае. Но это уже как получится. А мы тем временем постепенно подъезжаем к Ялте. И посмотрите, как меняется погода. Вершины гор становятся выше. И мы уже видим на них снег. Но дети мне до сих пор не верят, что его там много. Мам, да там же мало, говорят они. Мы же видим даже скалу. Она не застыпана. Едем дальше и будем смотреть, что же тут. Смотрите, лес. В этом лесу буквально неделю назад еще собирали грибы. А мы едем к вершине. Пока мы снег не наблюдаем. Очень влажная погода здесь. Такая сырая прям, я бы сказала. Пахнет опавшей листвой. Посмотрите, как красиво бьется плющ по деревьям. Зеленый-зеленый. А пока мы вот так вот плавненько, красивенько добирались до вершины горы, какая-то наглая морда, я бы сказала, олень обогнал нас очень лихо. И обгонял не одну машину. И очень, видимо, торопился. Боялся, наверное, что ему снега не хватит. В общем, к чему я призываю? Давайте уважать друг друга. И все-таки мы едем на отдых, а не на тот свет. И не портить друг другу настроение. Потихоньку, постепенно смотрите, как все гуськом едут. Дорога, сами видите, какая. Ну как можно здесь обгонять? И вот он, первый снежок. Мы практически на вершине. Вот такая нас встретила природа. Белоснежные деревья. На машине катают. Белоснежные деревья. Куда они пошли-то? Мы нашли снег. И его тут много. Деревья как попадали от снега. Засыпало их все. В общем, будем кататься. Нашли и снеговиков. И вот такой вот снежный домик. Смотрите, какая красота. Кто-кто в теремочке живет? Ого. А тут тепло. Реально тепло. И вот такие снеговики. Ты что-то лепил? Ой, настоящие снеговики в Крыму. Первых увидела в этом году. Я ехала. Давай. Давай. Где еду? Где еду? Домики. Что, страшно, Слава? Подошел такой. Вот такой вот замечательный день провели мы в Крымских горах. Всем спасибо за внимание. Давайте общаться. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok